добрый день коллегия приветствую всех на канале клуба трейдеров картель меня зовут вадим я являюсь инвестиционным экспертом компании freedom финанс трейдером аналитиком автором курса аэрос level в описании под роликом есть ссылка на презентацию курса но и соответственно его текстовое описание на сайте картеля мы с вами встречаемся дважды в неделю по понедельникам и пятницам на обзоре рынков состоящего из двух частей первая часть обзор макроэкономических новостей вторая часть обзор рынка акций с точки зрения технического анализа но и также в фронтов свободной форме мои идеи предложения и мысли по рынку акций другим рынком ценных бумаг соответственно сегодня у нас понедельник 10 февраля важных событий на сегодня у нас не ожидается наиболее интересное будет у нас в завтра во вторник ввп по великобритании снова речь 16 00 главы ецб и интересно будет чрезвычайно интересно посмотреть на выступление послушать вступление главы фрс джерми паула ситуация следующая как я уже неоднократно обращал вашего внимания инфляция сша растет выше двух процентов что является выше сырьевого значения соответственно хотя бы вербальную интервенцию то есть на того что из хотела просто сказать того что фрс может повысить ставки фрс паул вполне способен сделать ну и соответственно даже на последующих заседаниях могут звучать у других чиновников фрс потому что до инфляция позволяет об этом говорить и делать это соответственно удорожать кредит но экономика в сша за чувствует пока на текущий момент достаточно хорошо и соответственно уже говорить о какой-то рецессии пока повторюсь не приходится в этом году как минимум что называется дональд трамп будет тянуть до выборов через возможные стимулы экономикой фондовый рынок поэтому до какую-то встряску просадку для того чтобы потом концу года вырасти я вот ближайшее время ожидают то есть но уже периодически происходит тоже коронавирус но вот во вторник послушаем мнение паула что он скажет на то что я предполагаю в среду решение процентной ставки в новой зеландии но я думаю что его оставят пока на прежнем уровне предпосылок для снижения или повышения ставок нет будет вторая часть 17 00 в среду выступления джереми паула у нас 30 запаса сырой нефти пока опек собираться не планирует и уже в 21 10 выступит глава центральной банка новой зеландии четверг выступления главы банка канады полоза и в 15 30 мы увидим базовый индекс потребительских цен и инфляцию то есть ускоряется базовый индекс потребительских цен то соответственно и подрастет инфляция что послужит предпосылка для выхода из рисковых активов всего того что фрс на этом фоне может начать ужесточать монетарную политику в пятницу из наиболее интересного это только ввп по германии как локомотива еврозум для того чтобы понимать как вообще себя чувствует экономика с прежде всего ее сердце это германия ну и насколько эффективны текущие меры по стимулированию экономики от ецб таким образом мы оценим чего стоят слова нового главы ецб теперь по тех анализу мы на рассмотрим все через сна и сын и 500 сейчас на 14 10 по киеву по москве это 15 10 то есть рынок еще не открыт пока лишь предварительные торги с утра мы падали но падали весьма сдержанной даже не пробив отметку 32 95 50 сейчас сформировано с пятницы сопротивлением 33 57 75 подрастаем есть высока вероятность того что мы на сегодняшней торговой сессии пробьем до 3 400 текущего сопротивления и у нас поддержка с 3 211 25 переедет вот на этот бар на 33 20 75 то есть пока больше рассматриваю в рост но вот каких-то фрустрации падение уже возможны после слов павла мощная поддержка на 3 211 при падении это как первая цель если же она состоится далее акции форда то на что я обращал ваше внимание я теперь покажу вам сейчас они закрылись по 8 11 на текущий момент вот чем ниже мы падаем тем у нас лучше дивидендная доходность то есть 77 почти семь с половиной процентов то есть при этом обращающего рост внимания компания торгуется почти за 20 процентов выручки ее балансовая стоимость на 3 процента больше чем ее капитализация то есть ну по сути компания проще распродать по винтику и денег получите больше имеется хоть и маленькая но положительная рентабельность поэтому я все же склонен считать что он тоже склонен что я полагаю что компания у нас отрастет и банально для того чтобы зафиксировать себе вот такую привлекательную доходность будет это сделано и повторюсь я нам посмотрите прошлый обзор я давал прогнозы по и пиесу то есть ожидается что чистая прибыль компании должна начать на расти технически у нас сопротивление находится на отметке 924 поддержки сейчас нет то есть в идеале чтобы мы вот сегодня открылись ростом то есть и мою любимую модель отрисовали ложного пробоя то есть мы подросли и потом вот так вот упали куда-то вот сюда до критических значений и после вот сюда прострелили в рост с это вообще будет not идеал то есть я буду торговать пока такую модель кто у кого просто есть там у свободное средство в портфеле то есть или вообще не хотите заморачиваться то ну вот пожалуйста вам можете прямо сейчас брать если же будет ниже только оставьте себе денег докупить еще ниже чтобы у вас была дивидендная доходность просто мега привлекательная и далее просто держите компания в портфеле что ford один из столпов экономики сша я не думаю что он рухнет с треском и учитывать текущую программу по запуску линейки электромобилей я думаю что у ford ford еще покажет кто смотрел фильм ford против ferrari я думаю это вдохновит по боингу другой столб экономики то есть все таки его 320 держат до апреля я думаю мы будем болтаться в триста восемьдесят канале 320 то есть пока существенных подвижек не будет тесла по сути вот у нас здесь объемы падают отторговались по сути также как их в пятницу так как и в четверг и ожидаю падение новостей на которых можно обновить тысячу пока не думаю что они поступят хотя там да разгоняю что там уже не землю купили в германии ну завод на до 1 а построить без спрос в общем масса есть нюансов относительно этого и еще вот хочу вам показать такой есть интересное исследование от s&p 500 так называемые дивидендные аристократы значит здесь представлено масштабное исследование по различным секторам и в рейтинг инвестиционных дивидендных аристократов вошли компании которые 25 лет подряд платили дивиденды и увеличивали их размер то есть здесь по сути это готовая инвестиционная стратегия дивидендная которая позволяет вам просто купить вот здесь у нас 57 наименований по одной акции каждого купили и это вам будет как шпаргалочка то есть зачем можно следить тут опять-таки отфильтровано по секторам между прочим компания телекоммуникационной которая принадлежит hbo и те самые которые госпрестолов снимают естественно смеется четырех трех с половиной долларовый канал то есть целом и и с точки зрения дивидендов интересно покупать но и курсовая разница до 45 долларов я здесь вполне ожидаю ее это вот тоже из дивидендных аристократов компания консюмер степла с в бах ранглер бус альянс она входит в один из дивидендных портфелей которые я составлял если необходимо составление дивидендных портфеля то пишите в личку поговорим обсудим как дивидендные быстро растущие в данном случае мы есть у нас мощная поддержка на 48 мы не обновили лоу и в общем-то выше 55 55 с половиной я эту компанию рекомендую в лонг с прицелом на 64 также вы здесь найдете массу знакомых вам компании как к терпиллер макдональд шеврон свикс шеврон как весь нефтегаз под ударом здесь я бы ну вот мы по сути если здесь могут закрепимся выше сто девять восемьдесят пять то есть по 110 я рекомендую брать потому что здесь и достаточно привлекательная дивидендная доходность шеврон корпорейшн 475 долларов на акцию они платят 516 на акцию то есть это очень даже приятная доходность и есть кэш на акцию то есть еще потенциал для дальнейшего его увеличения к тому же судя по всему дно на рынке нефти мы сейчас пройдем и далее все-таки спрос возобновиться хайп относительно коронавируса немного уляжется кока-кола здесь необходимо посчитать справедливую цену я вам чуть позже по не скажу потому что раньше там она была 52 90 сейчас не готов сказать в основном здесь секрет сектора финансовые здравоохранение энергетические потребительские товары промышленные есть сектора и соответственно пока технологических только вот только и одну компанию и дипи и пинда и дипи и дипи автоматик дата процессинг аналог и дипи дипи это аналог nvd ну всех тут апгрейд по ней соответственно до дивидендов платит примерно сколько только же сколько кэша на балансе дивиденды небольшие два процента ног фите регулярно платит очень хорошая рентабельность то есть и соответственно сейчас мы посмотрим сайт стима из соотношение пнс выручки нормальная 536 это вполне нормально то есть это не есть что-то из ряда вон ну и и ps тоже ожидается его рост но этим так циклично он растет то есть восходящий тренд и здесь тоже там больше двух ожидается что компания неплохо заработать причем читалось на неплохо даже за последние квартала это 152 против ожидания 146 прибыль на одну акцию выручка по выручке вот ровно как и ps точно так же с выручкой она растет что кому интересно пишите в личку дам ссылку для скачивания или просто скину сам файл можете посмотреть это повторюсь вот вам готовый лист зачем вот вы можете наблюдать и начинать с чего на рынке акции то есть вот ну очень много здесь компания же говорю просто глаза разбегаются среди тех на что можно обратить внимание что их какие знакомые так и незнакомы абсолютно компании на затравку 3м компании на низах торгуется надо посчитать его справедливую нос визуально то есть выше 165 есть смысл его рассматривать дивиденды платы тоже практически в рамках кэша три с половиной процента пнс достаточно хорошие 2 92 то есть меньше чем за три выручки торгуется так что тут тоже есть что обратить внимание хорошему квалифицированному инвестором по сяоми здесь смотрите по поводу сяоми спрашивали я обещал что еще раз рассмотрю для того чтобы посмотреть на компанию зайдите прежде всего на ее сайт то есть сяоми сяоми публичной компании инвестор relations и вот финансовая отчетность за девятнадцатый год и за восемнадцатый год открываем четвертый квартал восемнадцатого года сравнение ну в данном случае нас интересует ревенью как для быстрорастущей компании год году 52 6 если же мы посмотрим еще с вами так еще две секунды я еще раз посмотрю смотрю свою надо лучше в отдельном открывать его за девятнадцатый год то есть посмотрим за первый квартал отчетность нам она также интересном за первый квартал это у нас ревенью более детально расписанная ревенью от чего рост так выручка тут процентах они не считаем и ждем за четвертый квартал ну в данном случае первый квартал они закрыли лучше на двадцать семь процентов к восемнадцатому году второй квартал двадцать процентов прибавили третий квартал прибавили на по ревенью четырнадцать с половиной процентов то есть 14 5 плюс 25 плюс 27 делить на 3 то есть в среднем в квартала растут на 21 процент это очень хорошо в силу того что мы еще не знаем показатели за четвертый квартал а 4 как правило ну наиболее 60 ударный получается потому что там сезон высоких продаж но мы по амазону и по apple ты видим вот если мы сравним даже да вот ну третий квартал восемнадцатого к третьему кварталу семнадцатого год году то здесь конечно выручка была более впечатляющими темпами росла ну а повторюсь я думаю что мы выйдем на текущие ну на адекватные значения то есть на рост выше 25 процентов поэтому вот силами мы все равно мониторим ну да тут кому хоть и было достаточно большой объем но подросли незначительно то есть выше 1398 силами рассматриваем в бай пока середина канала поддержка 154 вот отчетность у нас 25 марта вот мы ждем отчетность 25 марта нет 23 марта до 23 марта вот мы ждем отчетность за четвертый квартал что ж на сегодня все успехов прибыльных трейдов удачи до пятницы будут вопросы пишите ваши комментарии под видео спасибо вам за лайки и репосты за конструктивную критику в особенности и ваши вопросы то есть это все для меня очень важно и вам еще раз я желаю хорошего дня